Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ProNFT Games и в этом видео я сделаю краткий обзор проекта Mars 4. Посмотрим, что это за проект, что он нам предлагает, какие виды заработка планируются, ну и вообще, стоит ли заходить в данный проект прямо сейчас. Так что присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Ну и как мы с вами видим из официального трейлера к игре, сюжет очень-таки интересный. На Земле случился апокалипсис и люди вот взяли и колонизировались на планету Марс. Итак, Mars 4 это интерактивная, научно вдохновленная 3D метавселенная, посвященная выживанию на Марсе. Это атмосферная борьба с суровыми реалиями жизни на Красной планете. В игре колонисты будут бороться за выживание, исследуя окружающую их землю, добывая ресурсы и строя аванпосты. Ну и что интересно, разработчики строят данную игру на основе движка Unreal Engine 4 для проработки Марса в мельчайших деталях. Ну и основная цель проекта создать увлекательную play to earn Марс метавселенную для первооткрывателей, инвесторов и игроков. Ну вот такой вот, на мой взгляд, замечательный трейлер. Разработчики выпустили по этой игре и вот примерно такие анонсы они сделали и такие обещания нам с вами, так сказать, дали. Ну а давайте теперь посмотрим, что же у них есть на сайте, на чем тут можно вообще зарабатывать, ну точнее в будущем, возможно, будет зарабатывать. В общем, давайте все по порядку. По порядку. Итак, первое, на данный момент проект уже выпустил дему-версию игры, зарабатывать, правда, там еще пока нельзя, но посмотреть геймплей, походить по Марсу уже можно, но правда, что пока только на Windows. Для пользователей Mac еще версии нет, поэтому, ребят, я сам лично не заходил, не тестировал геймплей, не смотрел. Но, и это, знаете, скажу вам так, и это не потому, что я вот такой прям заядлый маковод и там не признаю Windows или еще что-то, еще что-то, нет. Я бы зашел на Windows, у меня есть компьютер Windows, посмотрел бы, да. Ну почему я не захожу, почему я жду именно версию на Mac, потому что если они сделают, как они обещают, версию на Mac, это будет очень и очень круто, потому что на самом деле на Mac, ну вот всякую, всякую, всякую ерунду делать не станут, во-первых, там это гораздо сложнее, во-вторых, там всякий, ну, дырявый или некачественный продукт, туда просто вот, ну, очень-очень сложно и даже практически невозможно запихнуть. Поэтому, когда выйдет версия на Mac, это уже сразу будет жирнейший плюс разработчикам, то есть это подтвердит их серьезные намерения, то, что ребята реально собрались двигать проект, реально инвестируют в этот проект и, ну, реально хотят сделать его вот играбельным. Поэтому, ребят, я жду версию на Mac, как только она выйдет, я сразу ее установлю, сразу протестирую и пишите в комментариях, если вам интересно эта игра, я буду делать дальше обзоры, там уже углубляться в какие-то детали, там детально изучать, как тут заработать и так далее. Но пока что нет версии на Mac, я вам покажу видеоролики, которые есть у разработчиков, обзор небольшой геймплея, ну, это немножко попозже. Сейчас давайте посмотрим быстренько сайт, ну, в принципе, сайт сделан качественно, тут вот всякие новости у них и так далее, партнеры, в принципе, все-все-все в норме, как у обычных проектов. Единственное, что здесь я на сайте выделю две вещи, во-первых, сделан качественно, молодцы, хорошо, да, сделали сайт. И второе, это команда, давайте посмотрим команду, потому что кто смотрит мой канал регулярно, знает, что я очень-очень трепетно отношусь к команде и постоянно это повторяю. Почему так? Потому что, ребят, если кто-то, допустим, захочет инвестировать в эту игру, то вы инвестируете прежде всего вот в этих ребят, которые сейчас у вас на экране. То есть вы им доверяете свои деньги и от их работы зависит то, насколько ваши деньги будут вам окупаться в будущем. То есть если ребята серьезные, команда серьезная, серьезные подходы, то там, не знаю, пройдет какое-то время, может год, может полгода, может два года. Они добьют этот проект, выведут на уровень и вы получите свои деньги обратно с огромными-огромными иксами. А если это ребята несерьезные или вообще какие-то, ну, непонятные, то, ну, и шансов у них, ну, как бы меньше, да. Ну, в общем, посмотрите в эти лица, если вы собираетесь нести деньги, потому что деньги несете вы в первую очередь им. Итак, команда, ну, что сразу, первое, да, открыто, лица открыты, все про них написано. И более того, мы можем каждого посмотреть на LinkedIn. Я, я, вот, меня сейчас не пускают, только что я заходил, вроде пускал. Да, залогиниться просят. Ну, ребят, я вот только что заходил, показывали, да, каждого из них. Логиниться сейчас не буду, уже, честно, на LinkedIn забыл свой пароль, аккаунт. Не буду это сейчас сделать. Ну, в общем, посмотрел вот это, вот, там, весь его профиль, где он раньше работал, чем занимался и так далее, и так далее. В общем, можете про каждого из этих ребят почитать, посмотреть, вызывают они у вас доверие или не вызывают, это уже решайте сами. Но плюс открытой команде с ссылочками на социальные профили, как бы, ставим, однозначный плюс. Ну, что, давайте двигаться дальше. А дальше у нас, как раз, давайте разберем, что предлагает проект, какие возможности, возможности для заработка. Ну, и первое, это владение землей. Что такое земли на Марсе? Марс состоит из 99888 отдельных земельных участков, каждый из которых является уникальным NFT. Из них 8888 земель являются редкими и разделены на 789 уникальных, 57 редких, 34 суперредких и 8 эпических земель. Вы только подумайте, всего 99888, ну, условно говоря, грубо говоря, 100 тысяч, и из них только 8 эпических. Вот, ну, такая будет круть. И вот, как мы видим с вами на экране, 58, почти 59 тысяч уже из этих земель продано, да. Итак, что же дают, какие преимущества получают владельцы земель, на чем они, собственно говоря, смогут зарабатывать. Ну, как обещают разработчики, это пассивный доход. Владельцы земель будут получать процент от всех доходов Марс 4. Сюда входят продажи земель, продажи внутриигровых NFT, транзакции на рынке, реклама, плата за транспортировку ресурсов. Ну, в общем, с каждого движения будете получать свой процент. Более того, как землевладелец, вы сможете исследовать свою землю и собирать с нее ресурсы. Игроки могут продавать ресурсы другим на внутриигровом рынке. Также можно будет улучшать землю, чтобы ее увеличить, ее ценность. Ну, и последнее, можно просто сдать вашу землю в аренду, если вы вообще тут не хотите ничего делать, а просто получать чистый пассивный доход, пожалуйста, можно сдать в аренду. Ну, вот по землям все. Давайте посмотрим транспорт. Марс огромен. По нему невозможно легко путешествовать без надежного и крепкого транспортного средства. Именно поэтому Марс 4 работает над различными NFT транспортных средств. Карипин, ГПРВ, Экзотранспорт, Карканда, Клик, Битл и другие. Вот сейчас как раз они на вашем экране. В общем, ребят, все транспортные средства служат разным целям в игре. От перевозки пассажиров до нахождения месторождений различных полезных ископаемых и до добычи, собственно говоря, этих полезных ископаемых. Ну, в общем, если вкратце, транспортом можно зарабатывать добыча и продажа ресурсов, сдача в аренду этого транспорта и увеличиваем свою долю в комьюнити пуле и получаем большой пассивный доход. Как вы видите, они тоже будут различные редкости, классические, редкие и эпические. Ну, в общем, рассчитать примерный доход по транспорту можно будет по ссылочке в описании. Там есть специальный калькулятор. Ну, а теперь, как и обещал, покажу вам немного геймплея от разработчиков и расскажу про ближайшие планы проекта. Итак, до конца года нам обещают выпустить полностью однопользовательскую 3D-игру для персональных компьютеров, включая Mac-версии. Ну, а в первом квартале 23-го уже запустить многопользовательскую полностью 3D-игру. Вот такие планы у разработчиков. Осталось ждать совсем немного. Ну, а мы с вами давайте подведем итоги. Итоги. Сразу скажу, ребят, что в этот проект сам лично я еще пока не инвестировал, земли не покупал. Почему? Потому что, во-первых, жду Mac-версию, как я уже сказал. Во-вторых, что у меня уже есть много земель в проекте Ertha, а они вот чем-то очень прохожие. Просто там земля, а здесь Март, ну и Марс. И мне кажется, разработчики у них очень похожи. И те из Прибалтики, и эти ребята из Прибалтики. Ну, в общем, жду Mac-версию. Когда выйдет Mac-версия, я немного поиграю. Если будет все окей, понравится, как бы я инвестирую. Но, скажу, если бы у меня не было Ertha, я бы сюда тоже инвестировал. Потому что идея мне нравится, как бы подход нравится. Ну, вижу, что команда в целом работает и так далее. Но всегда помните, ни в коем случае это не какой-либо там финансовый совет или какая-то рекомендация. Просто я с вами делюсь своими мыслями, своими размышлениями. Вот оно решение принимать, как всегда, вам. И всегда помните, оценивайте риски. И если кто-то будет инвестировать, то инвестируйте ту сумму, которую вы не боитесь потерять. Потому что в итоге все, всякое может быть. Ну, вот лично мое мнение, сейчас аналогичных проектов много. Разные, разные тематики и так далее, и так далее. Это все сейчас развивается. И в конечном итоге выживут единицы. Те, кто вот именно, у которых сильная команда, сильная команда, которые сильно разработают, ну, вот именно работают хорошо, вот инвестируют хорошо, грамотные подходы, вот эти проекты выживут и сделают бешеные иксы. Поэтому в Марс я тоже инвестирую, чуть-чуть попозже, когда выйдет Mac-версия. Ну, а если кто-то готов, ребята, инвестировать, то в описании и в закрепленном комментарии будут мои ссылочки, по которым вы получите скидочку, если все-таки надумаете покупать земли вот в этом проекте. В общем, воспользуйтесь лишними там, немного там, где-то 5, где-то 10 процентов, но лишними не будет, как говорится, немного, но приятно. Ну что, на этом, наверное, все. Ребят, вот такой интересный проект. Будем за ним наблюдать однозначно. Ну, а вы пишите в комментариях, насколько он интересен вам и стоит ли мне по нему дальше делать какие-либо обзоры, разборы и так далее. На этом всем пока, до встречи на игровых полях.